Немо, я понимаю, что три мяча пропустили, но я считаю, что наша тройка центральных защитников сыграла очень хорошо, просто прекрасно. Я имею право на такое мнение? Я согласен с вами, что три защитника центральных сегодня играли очень хорошо, но три защитника – это не команда. Есть еще пара игроков, которые хорошо играли, но все как команда недостаточно играть, чтобы получили позитивный результат на въезде в Мадриде. Но кроме этих три ошибки, которые, две ошибки практически, которые произошли сегодня, я думаю, достаточно хорошо играли, единственное там особенно в действии обороны. Если атаки не хватало, может быть, один-два игрока больше, чтобы приключилось. Ну вот, так бывает в футболе, против таких команд, и при таком счете, большом счете три, ну, тяжело пройти дальше. Но в Москве постараемся достойно играть и забить голы перед нашим болельщиком. В обороне где-то не повезло, исходя из игры, да, они на три пропущенных наиграли, но в атаке действительно было блекло, плохо, без моментов. Почему так получилось? Ну, в Эдер, Эдер, для меня очень хорошо играл, очень много мячей задержал, против таких классных игроков. Но он практически сам был впереди. Думаю, из полузащитных должен больше подключиться. Второй тайм. Второй тайм лучше был. Больше крутили мяч, но, как сказал, недостаточно против таких команд, как Атлетико Мадрид. Болельщики по ходу матча вспоминали Фарфана, Ария. Ты вспоминал? Ну, конечно, сегодня не хватило этих игроков, Фарфана и Ария. Ну, вот так бывает в футболе, постараемся в Москве играть лучше действия атаки, а в обороне задержат такое настроение и концентрацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!